Привет дорогой друг канала час ремонта, в этом выпуске я расскажу тебе о лучших моделях датчиков движения. Первым в рейтинге пойдет инфракрасный датчик движения от марки EKF, предназначен для крепления на стену и выглядит как глазок на кронштейне. Собственно на этом кронштейне его можно регулировать по вертикали вверх и вниз, чтобы прицелить в определенную зону. Ориентация датчика горизонтальная и в ней он бдит на все 180 градусов. Заявленная дальность обнаружения составляет 12 метров. Работает вся система по довольно простому принципу. Сенсор мониторит излучение в инфракрасном диапазоне и при обнаружении изменений в излучении, которых еще мгновение назад не было, сообщает об этом куда надо через электромеханическое реле. Куда надо это полезная нагрузка, в нашем с тобой случае, например, освещение. Максимально к этой модели можно подключить прибор мощностью до 1200 Вт. Полезная нагрузка будет находиться во включенном состоянии определенное время, которое можно выставить в пределах от 10 секунд до 7 минут. То есть обнаружилось движение, включилась лампочка, погорела 10 секунд и потухла. Удобный и эффективный способ экономии энергии. Регулировка тайминга отключения находится прямо на корпусе датчика в виде поворотного регулятора. Тут же рядом можно подрегулировать степень освещенности. Этот функционал пригодится в дневное время, чтобы не дергать лампочку лишний раз, когда освещения и так уже достаточно. Датчик защищен по классу IP44, то есть в целом брызги выдерживает и крупные предметы внутрь него попасть не смогут. Его можно монтировать на улице, но все равно потребуется небольшой навес над прибором. Модель обладает элементарным монтажом, простотой настройки, необходимым и удобным функционалом. Отлично сбалансирован по цене и качеству обойдется примерно в 670 рублей. Обязательно сходи в описание, если найдешь интересную для себя модель. Там есть все ссылки с ценами и дополнительной информацией. А еще там ты встретишь промокод. На второе место встает еще один простой и практичный датчик от марки IEK. Легко крепится на стену благодаря своему универсальному кронштейну, на котором он может вращаться по вертикали. Производитель акцентирует наше с тобой внимание на том, что корпус сделан из материала, не поддерживающего горения. Работает за счет постоянного мониторинга инфракрасного диапазона. При обнаружении изменений включает электромеханическое реле, к которому можно суммарно подключить 1100 ватт полезной нагрузки. Прибор наблюдает единственным своим глазком на 180 градусов и на расстоянии 12 метров. Как и предыдущая модель, эта тоже защищена по классу IP44. Брызги еще выдержит, но вот проливной дождь вряд ли. Поэтому при монтаже на улице рекомендуется укрыть его навесиком. Длительность рабочего цикла можно гибко установить с помощью поворотного регулятора на корпусе датчика. Максимально возможное время 7 минут, минимальное 10 секунд. Можно установить и мониторинг степени освещенности, чтобы датчик не срабатывал в дневное время. Практичная, неприхотливая модель. Рекомендую заглянуть после покупки на официальный сайт производителя, где можно поизучать схемы подключения, рекомендации по монтажу и много чего полезного для этой модели. Стоит она, кстати, около 570 рублей. Не забудь подписаться на канал «Час ремонта». Здесь происходит всегда много интересного из мира техники и инструментов для дома, дачи и сада. А еще ты всегда можешь поддержать меня своим лайком и добрым комментарием. Третье место моего рейтинга занимает модель от марки VKL Electric. Она немного отличается от первых двух, это видно по конструкции. Здесь нет кронштейна, на котором бы вращался непосредственно сам датчик. Основание представляет из себя полусферу, в которую вмонтирован такой же полусферический инфракрасный датчик. Сканирует прибор вокруг себя на 360 градусов. Поэтому монтировать его можно хоть в горизонтальном, хоть в вертикальном положении. Но зато дальность обзора здесь гораздо меньше, составляет всего 6 метров. Мощность подключаемых электроприборов может составить 1200 Вт. Работает система по тому же принципу, что и предыдущие модели. То есть устанавливает изменения в инфракрасном диапазоне и отдает сигнал электромеханическому реле. Поворотные регуляторы на корпусе прибора позволяют установить чувствительность сенсора, степень освещенности и время действия сессии включения. Простая и универсальная модель с очень простым способом монтажа и настройки. Обойдется она примерно в 530 рублей. На четвертое место становится представитель марки SmartBuy. Непосредственно датчик находится на кронштейне и на нем может регулироваться по вертикали. Кронштейн монтируется на стену на рекомендуемой высоте от 0,5 до 3,5 метров. Будет прибор на 180 градусов на расстоянии до 12 метров. В качестве нагрузки может быть подключено освещение мощностью до 1200 Вт. Задержка времени включения может регулироваться от 8 секунд до 7 минут. Еще можно настроить чувствительность и мониторинг освещенности, чтобы не включать свет в дневное время. Защищен корпус по классу IP44, то есть не боится попадания посторонних предметов и небольших брызг воды. Популярная и простая в установке модель, которая обойдется примерно в 630 рублей. На пятое место у нас с тобой встает интересный датчик от TDM. Представляет из себя прибор, напрямую подключаемый в розетку и имеющий свою розетку, на которую подается напряжение при срабатывании сенсора. То есть с помощью этого прибора можно организовать не только включение света, но и любого другого прибора. Например, при обнаружении движения будет включаться чайник. Предназначен только для домашнего монтажа, так как абсолютно никакой защиты от внешних воздействий у него нет. При этом сканирует пространство он на 120 градусов и может добивать до 9 метров. Чувствительность срабатывания и время включения можно регулировать. Степень освещенности, при которой датчик будет активирован, также можно настроить. В розетку прибора можно воткнуть устройство мощностью не более 1200 Вт. Интересная модель, дающая определенную свободу в организации реакции на движение, которая обойдется примерно в 650 рублей. На шестое место рейтинга встает еще одна интересная модель от марки SmartBuy. Это патрон для лампочки, который сам вкручивается в патрон для лампочки. А между всем этим установлен инфракрасный датчик движения на 360 градусов. То есть в этой версии вообще не нужно ничего подключать, изучать схемы и монтировать. Достаточно просто вкрутить всю конструкцию в цоколь и добавить лампочку. Теперь при обнаружении движения будет загораться основной свет. Максимальная мощность для нагрузки составляет 60 Вт. Работает сенсор на расстоянии до 6 метров. На корпусе этого хитрого устройства можно обнаружить пару поворотных регуляторов. Они отвечают за установку времени включения лампочки после детектирования движения, а также степень освещенности, до которой датчик будет срабатывать. Последний механизм нужен для того, чтобы свет не загорался лишний раз в дневное время. Интересная универсальная модель все в одном. Обойдется примерно в 750 рублей. А напоследок у нас с тобой еще одна интересная моделька от марки TDM. Это некий гибрид настенных датчиков движения и светильника. То есть для того, чтобы организовать систему включения света, в зависимости от движения не требуется прокладывать сложные схемы подключения. Цоколь сразу же установлен непосредственно на корпусе. Вкрутил лампочку, подключил прибор к сети и все. Теперь при обнаружении движения лампочка будет загораться. Монтировать прибор можно вообще куда угодно и на стену и на потолок. Обзор сбоку у него достигает 120 градусов, а обзор сверху 360 градусов. Вкручивать в цоколь лампочку можно мощностью до 60 Вт. По разным сторонам корпуса имеется пара поворотных регуляторов, с помощью которых можно установить время включения после обнаружения движения и степень освещенности, до которой датчик будет срабатывать. Недорогая универсальная модель, которая стоит около 600 рублей. Если нашел интересный датчик для себя, то загляни в описание. Там будут ссылки и промокод для тебя. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня лайком и комментарием. А у меня все, приходи на следующий выпуск. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok